Друзья, у нас в гостях режиссер, историк кино Евгений Самбал, который написал какую-то историю Сталкера. И я сейчас задам один такой стартный вопрос, Евгений начнет рассказывать, а я тебе за это время скажу завтра. Евгений, конечно, нам всем, мы еще не все уже перезнакомимся с книжкой, хочется понять, как родилась такая огромная история. Потому что в книге, конечно, очень много всего описано. Когда я ее читал, мне казалось, что просто сдавалось в 10 лет. Скажите об этом Ивановсу, который, может быть, этот балл. А я сейчас. Хорошо. Во-первых, я хотел поблагодарить фестиваль за то, что меня пригласили. Во-вторых, я хотел признаться в любви тем Ивановскому, которые со мной сотрудничают с 2006 года. Простите меня, не сочтите это захвастовство, но просто идея этого фестиваля возникла где-то в 2005-2006 году. Ну, значит, авторами идеи были Марьяна Сергеевна Чужунова, Андрей Разумовский, к сожалению, уже ушедший от нас, и я. Значит, мы стали говорить, что хорошо, как где-нибудь сделать фестиваль Тарковского. Я сказал, что я был в Англии, преподавал в университете города БАД, и там в библиотеке работают круглосуточно. И я... Да. И... И... О, да, хорошо. А, звук вверх, я не все обиделся. Ну, тут хорошая очень грустика. Значит, я страдаю без сонницы всю жизнь, и я ходил ночью в библиотеку. И меня потрясло то, что я встретил вот примерно такой же шкаф, который был запомнен в книге Тарковского. У нас тогда в стране было ничтожное количество книг, может быть, пять. А там было огромное количество на разных языках, изданное в Испании, во Франции, в Польше, в Германии. Самое интересное, что, например, в Артировах, дневник Тарковского, на английском языке, впервые были знаны в Калькутте, то есть в Индии. И там они находят свои радости, связи с бультизмом и прочее, прочее. Значит, потом вместе с нашими ивановскими друзьями, значит, мы провели первую международную конференцию. И это была действительно очень хорошая конференция, потому что в ней участвовали люди из разных стран. С большим трудом мне удалось потом издать все эти доклады. Но мы заложили традицию, которая стала продолжаться. И в 2013 году я участвовал в еще одной конференции, и тоже мы издали ее материалы. И это было замечательно, потому что эта книга уже стала известна по всему миру через интернет. Я заработал интернет. Книга называется «Феномен Андрея Тарковского в...» В художественной культуре, в каком-то и в духовной культуре. Вот. Два этих тома были изданы здесь. И продавались они в Иваново, и даже в Москве и в Питере продавались. Чему я очень рад. Потом я сделал еще книгу о Александре Кайдановском. Мы с Сашей оба приехали в Москву из Ростова-на-Дону. Мы тут жили. И я должен вам сказать, что сегодня день рождения Александра Кайдановского. В кинословаре написано 23 июня, но это очень. Он написал 23 июня. Вот я сделал эту книжку. Я ее очень люблю и очень горжусь. Считаю, что это просто превосходная книга. Ее удалось издать очень хорошо. Я, собственно, отдал свой гонорар на то, чтобы она была большого размера. Не такая вот маленькая, а вот такая вот. Значит, книга получилась хорошая, потому что ее уже украли. Значит, некий человек... Вот здесь вот такая книжка подается о Кайдановском. Просто взял все мои статьи и издал без всякого разрешения, без всякого спроса. Но дело не в этом. Значит, если вернуться к тому, как я дожил до такой жизни, что написал вот такую толстую книгу. Об этой книге мы говорили с Сашей Кайдановским, что надо было. Он говорит, у тебя хорошая память, ты все помнишь. И я подумал, что действительно, наверное, надо что-то написать. Это было, наверное, в 94-м году. В 95-м году Саша ушел. И я понял, что надо писать. И я занимался этим вот фактически 25 лет. Потому что вообще моя профессия режиссер в основном в документальных фильмах. Я снял 30 фильмов. На жизнь я зарабатывал съемками фильмов, иногда каких-то репортажей. В общем, этим я занимался в свободное время. И собралось довольно большое количество материалов. Вот тут случилась беда со всеми с нами. Пришел ковид. Работы не было. Денег не было. Чем-то надо было заниматься. А я сидеть ничего не делаю. Не могу. Знаете, есть такая поговорка. Я как рыба. Пока я прыгаю, я на порядок. Если я остановлюсь, я ухожу. Вот ковид помог мне довести до конца эту книгу. Потом я два года искал издателей для этой книги. В нескольких издательствах мне сказали. Это очень интересно. Но для узких специалистов, для тех, кто занимается кино, это бесценная книга. А для тех, кто просто читателей, может быть, она слишком толстая, может, она слишком умная. Не знаю, разные были аргументы, в том числе совершенно глупые. Тем не менее, я очень благодарен издательству «Новое литературное обозрение». Это чрезвычайно высокого уровня издательство, которое отважилось. Мы поработали над текстом, сократили эту книжку примерно на 232 страницы. Значит, сейчас она 768 страниц. Вы уж извините меня, те, кто отважится, я не буду читать. Я все-таки думаю, что это будет интересно. Вот так, какова история этой книги. Теперь давайте мы перейдем к жанру диалога, чтобы не я вот здесь перед вами распространялся. А вы мне задавали вопросы, и я не расскажу. Вот я вижу здесь моего друга Евгения Барсова. Я вижу здесь мою коллегу, глубоко уважаемую Наталью. Елену Михайловну, простите. Очень хорошего специалиста, замечательного, прекрасного человека. Еще я хотел бы обязательно вспомнить Вячеслава Океанского, с которым мы делали первую конференцию. Еще я хотел бы вспомнить Ермолина, помогите мне. Ермилова. Юрия Иннокентиевича. Юрия Иннокентиевича. Я бы хотел вспомнить профессора Тамберанова. Леонида Николаевича. Леонида Николаевича. Я бы хотел вспомнить художника-реставратора Ракова. Он не моего Раков, да? Нет? Я не знаю. Ну, в общем, нет, Ракова-философ, по-моему. Ракофилософ. Философ, я пугаю. Да, Ракофилософ. Видите? Как коллега-то по Борису. Постепенно, знаете, есть такой один дот. Что ты предпочитаешь? Этот самый, как называется? Как дороги присутствуются. Мандраж? Нет, нет. Мандраж это не из этой оперы. А не только Тремо. Нет, Сергей Свердокас Павлович. А? А вот эти Паркинсона. Тремо. Что вы предпочитаете? Паркинсона или Эльцгеймера? Ага. Ответ такой. Лучше Эльцгеймера. Потому что выпьешь и забудешь все навсегда. А Паркинсона, это тот случай, когда и Дантали сможет это вести. Друзья, у нас сейчас есть важная и, в общем-то, в каком-то смысле уникальная возможность поговорить с Евгением. Он через час небольшим уезжает. Поэтому предлагаю сейчас спрашивать то, что вам интересно. У меня есть короткий вопрос. Я бы хотел, чтобы вы рассказали про то, как устроена эта книжка. Почему, например, там... Почему вы написали ее так, а не иначе? Почему в ней столько главок маленьких, да? И что для вас было важным, как принцип, да? Когда вы эту книгу писали? Потому что наверняка, когда много лет ты что-то пишешь, над чем-то работаешь, что память так устроена, что она постоянно меняет прошлое. То есть ты начинаешь думать, а что же было так или иначе? Вот. И хочется услышать от вас, как вы работали над этими главками, и почему они именно такие, и рассказать в структуре книжки для тех, кто пока ее еще не потрогал и не унес домой. Ну, вы знаете, как-то моя память не очень знакома с этим постулатом. И она вот как она видела это, я так старался все и записывать, не меняя ничего. А вот новые и новые подобности, когда-то случившиеся во время работы, иногда вылетают из памяти. Но у памяти есть волшебное свойство, как говорил нам Бог, о память говори. Иногда она вдруг преподносится к призы и позволяет тебе вдруг вспомнить и увидеть то, что происходило. Значит, я скажу, что я не киноверный. Это не исследование каких-то мотивов, каких-то, ну, скажем, инспираций. Скорее, если касается дела инспирации, то я хотел написать о той жизни, которая была вокруг нас, и как она влияла на наркозку, как влияла на него ближайшее окружение. Как киноверный, как влияла политическая обстановка в стране и за рубежом. И так далее. А то, как происходили события, я помню довольно четко. И, кроме того, мне очень помогали в этом документы, которых в этой книжке огромное количество. То есть эта книжка – попытка документальной реконструкции того, как происходили события. И плюс мои воспоминания и воспоминания моих коллег. Значит, почти всех их уже нет с нами, но я успел в конце 90-х годов записать с ними интервью. И здесь этих интервью очень много. Значит, здесь интервью с художниками. Сейчас у нас осталось три человека, которых нет четыре. Даже пять. Остался администратор Роман Колбыков. Остался второй оператор, Бенгольд Грюховский. Они давно уже в США живут. Осталась Марьяна Сергеевна Чугунова, ассистент режиссера и фактически секретарь. И остался Сергей Наунгольд, нет, больше Сергей Наунгольд он был на фокусе. И остался Рашид Сафиуллин, замечательный. И Сергей Бессмертный художник. Сергей Бессмертный. Да, Сергей Бессмертный тоже. Он был механиком. В общем, все люди чрезвычайно достойные, симпатичные, милые. Я старался их воспоминания также использовать. Значит, я не был другом Тарковского. Я не был вхож в его дом. Я один раз только привозил мольбет для рисования эскиза. Но я хорошо работал, старательно. Старался как-то мозгами проникать в ход мышления Тарковского. И мне кажется, мне это удавалось. Потому что после второго «Сталкера», когда на картине уже осталось очень мало людей, с которыми этот фильм начинался, Тарковский сам пригласил меня на третий «Сталкер». И я помню эту замечательную фразу, он сказал, Женя, я хочу уже сказать, что мы начинаем по третьему заходу, значит, вольфу совместичнее. И мне хочется, чтобы вы не подкинули наш не до конца утонувший «Титаник». И я, конечно, не захотел бы. Вы знаете, сразу вопрос возникает у людей, которые как-то погружены. Вы только говорите второй, третий «Сталкер». Что это значит? Ну, я ставлю нумерацию по количеству операторских команд. И по количеству изменений каких-то творческих решений. Первый «Сталкер» снимался... Первый «Сталкер» снимался в 1977 году. С мая по начало августа. Потом произошел разрыв отношений с художником Александром Боймом, многие идеи которого в фильме использовали. Вообще, Бойм привнес в этот фильм эстетику руин. Он принес книги «Пиранези», которые Тарковский отверг, но потом вот эта эстетика «Пиранези» в очень большой степени повлияла на его решение визуального образа фильма. И потом он избавился от реврек. Я думаю, произошло это по одной простой причине. Тарковский при всей его гениальности не очень хотел снимать эту картину изначально. Он хотел снимать совершенно другое кино. Он хотел снимать либо Гамлета, либо Идиота по Достоевскому, либо Томаса Млана и Иосифа и его братья, либо освобождение Толстого по Гунину, либо, значит, просто историю Гунина, то есть историю Достоевского или Историю Гунинского. Но при этом всегда следует помнить, что Тарковский обращался ко всяким произведениям в поисках какой-то сюжетной схемы. Содержанием он их наполнял своим собственным. И это часто очень далеко уводило от первоисточника. Может быть, в какой-то степени ему, скажем так, источником на этом пути служил великий фильм о Георгии Курасала «Идиот», где действие перенесено в современную Японию. Или один из самых, а может быть, самый любимый фильм Тарковского, «Дневник сельского священника Робера Брессона». Вот это были его такие... Да. И это был первый «Сталкер». Потом был сорокадневный простой. И пришла полностью новая операторская группа, новая художническая группа. Почему? Ну, потому что тех уголил Тарковский. Неочевидно, то есть... Да, я не сказал этого. Но он, я сказал, расстался. Ага, ну, расстался, значит... Я думаю, что он был глубоко не прав, но какова была причина всего? Тарковский не знал, как снимать ему это фильм. Главный персонаж «Сталкер» в первом варианте был решительным, злым, жестоким человеком. Внутренне Тарковскому совершенно не близким. И он искал что-то другое. И этот путь был путем проб и ошибок. Он постепенно нащупывал. И потом, наконец, пришел к выводу, что Сталкер должен быть совершенно иным. Каким? Я думаю, вы прочитаете. Вот. Сталкер стал, можно сказать, юродимым. Но я бы немножко другое слово выбрал. Он может быть человек в духе монахов раннего христианства. В духе проповедников, которые несли Христа разным народом. И вот этот персонаж был близок Тарковскому. Не могу сказать, что он был близок к Эдановскому. Для которого эта трансформация была чрезвычайно мучительной. Потому что Саша был человек внутренний, близкий к первому стороне. К решительному, жесткому, активному, действующему, не задумываясь, пускающему в ход кулаки. А тут Сталкер стал такой больной, нерешительный, рефлексирующий, сомневающийся. И мне кажется, осознанно это было или нет, это было отражением внутренней человеческой сущности самого Тарковского. Когда Сталкер стал таким, он ему стал понятен. И он понял, как ему смотрят. И я думаю, что в какой-то степени Сталкер стал персонажем, в котором оторзились и Гамлет, и Мышкин, князь из «Идиота». И вчера вот здесь рассказывал очень интересный апостол Дон Кихот. То есть это те персонажи, которые испытывали давление своего непосредственного окружения и общества, в котором они были. Потому что они не вписывались, не укладывались в это общество. Они хотели жить своей собственной, сложной для понимания, трудной и очень, я бы сказал, духовной жизни. Значит, а третий Сталкер, когда Тарковский расстался с Книжинским и художником Шавкатом Абдусаламом, он начался уже в следующем году с оператором Книжинским. Художник, как Тарковский, сделал самого себя, потому что он знал уже все, как снимать. Было два художника, Рашид Сафирулин и Владимир Фабриков, которые делали декорации, и я, который занимался вписанием. Ну, в частности, вот можно сказать, что вот эта панорама выложена вся в моими собственными людьми. Друзья, у нас сейчас время для вопросов. Поднимайте себя, пожалуйста. Как вы понимаете для себя, даже вот вне констекции самого фильма, произведения, да, как вы понимаете для себя понятие Сталкер? Что для вас Сталкер? То есть даже не с учетом без фильма, просто для вас. Как вы для себя, слово понимаете Сталкер? Давайте уточним. Вы имеете Сталкер из фильма? Вот именно для него, вот именно без все это фильма. Вообще. Да, вот как понятие, как понятие Сталкера. Дело в том, что сейчас во всем мире понятие Сталкера приобрело чрезвычайно неприятный оттенок. Сталкерами называются тех людей, которые пробираются в квартиры знаменитости с целью подсматривания или шантажа этих людей. Вот это смысл слова Сталкер на английском языке. А вот для этого я, естественно, отношусь очень плохо. Как правило, это люди не, так сказать, не вполне в себе. Вот. А в фильме, скажу откровенно, мне был ближе первый Сталкер. Который бандит, да? Да, потому что он внутренне был более адекватен с Сашей Кайдановской. Саша великий актер, он гениально сыграл Сталкера такого, как мы его все знаем, в третьем варианте. Но Саша Кайдановский претерпел такие ужасные психологические мучения, что он пять лет не мог смотреть Сталкера. Я помню, как у нас на высших режиссерских просах зашел разговор, у кого какой любимый фильм, у кого какая лучшая роль. И кто-то сказал, Саша, ну у вас наверняка Сталкер. Он сказал, нет. Сталкер просто очень хорошая роль. Но любимая моя роль, это Шинглера в фильме «Жизнь Бетхоя». А Сталкер – это не я, это роль. Мы часто ассоциируем актеров с тем, что они сыграют. Надо всегда проводить различные. Например, Солоницын говорил, я функция, я сосуд. То, что в меня наливает, тем я и становлюсь. Вот скажут, что я был плохим, я был плохим. Спасибо. Скажут, что я был плохим. Скажите, а вот со Струнгацкими, какие отношения были у Тарковского? Струнгацкие... Трунгацкие и Сталкер, вообще разные вещи. Да, я помню. Струнгацкие в это время были самыми популярными советскими писателями. Хотя слово «советские» и комбинетные книги, мне кажется, неуместны. Потому что только в своих ранних произведениях они более или менее советские. Дальше они совершенно не советские. И у меня был замечательный разговор, об этом я пишу книги, когда Струнгацкий, Аркадий, приехал на съездочную площадку. Мы с Титцем говорили. Я признался в любви и сказал, что одна из моих любимых книг – это второе нашествие «Марсианы». Это довольно малоизвестная книга. Он сказал, что мы тоже очень любимые книги, но как-то она не получила. Какого резонанса? Я говорю, а как вам работалось над сценарием? Он сказал, что это было очень трудно, потому что кино – это другое искусство, с другой образной системой. И там, не напишешь. Он подумал, что хорошо было бы в кино, в сценарии написывать действия, а не побуждения. Побуждения надо показывать на экране так, чтобы актеры донесли до нас процесс обждения мысли. Так вот, во время нашего разговора подошел Солоницин, который познакомился со Струнгацким раньше на Квартириево-Тараковском. И Толя Солоницин сказал, что я впервые снимаюсь научно-фантастическим фильмом. И Струнгацкий сказал, что я категорически против этого, который выделил. В нашей стране есть только один научный фантаст. Это Карл Маркс. И все остальные, включая нас, братья, это совершенно ненарочные фантасты. А как работалось над сценарием? Он говорит, нам приходилось осадебливать текст. То есть, вписывать туда какие-то военно-помощные комплексы, каких-то там капиталистических, не знаю, гангстеров, корпораций, все. Мне навсегда запомнились вот эти две фразы. Осадебливать текст, то есть, делать его понятным и созвучным мыслям редактором на стену. И второе, это вот на то, что такое ненарочная и научная фантастика. Спасибо. Друзья, есть ли еще вопросы? Есть. Пожалуйста, Эль Михайловна. Евгений Васильевич, во-первых, спасибо за книгу. Потому что за добрые слова людей, участников фестиваля разных. Светлана Анатольевна, где-то много, кто-то живет. Да, я прошу прощаться, если я запамятую... Ничего страшного. ...непременаю. Ничего страшного. Я очень благодарю себе Тарасову еще. Да, я вот о чем. О том, что книга-то рождалась еще из воспоминаний, которые были на фестивале. По сути, все доклады, это для тех, кто не знает Евгения Васильевича, они были такими ступенями подготовки к этой книге. А уж раз вы сказали, что это еще раньше. У меня вопрос о всех. Я посмотрела книгу еще, ту, которую можно кусочками в интернете почитать. Особенно благодарна за работу с актерами. И считаю, что вы выполнили, на самом деле, очень благородное дело. Вы как бы зафиксировали историю. Историю не просто создания этого фильма, а по сути, историю времени. И за это вам высокий поклон. Потому что, ну, как ясно, уходит поколение, которое может об этом сказать, потому что оно это видело. А вопрос у меня совсем про другое. Вот вы сейчас говорили о Критановском. Вы говорили о других актерах. И говорите, что «Сталкер» для них это не та роль, где вы можете... Ну, вот, любимая другая. Если бы совсем вы не были бы участником «Сталкера», историю какого фильма Тарковского вы хотели бы написать? И почему? Вы знаете, дело в том, что мои предпочтения не совпадают с предпочтениями самого Тарковского. Например, во времена «Сталкера» он не хотел слышать о фильме «Иванова детства». Он говорил, что «Солярис» — это плохой фильм. Я категорически с ним не согласен. Я считаю, что, может быть, «Солярис» — это самый цельный его фильм. Я очень люблю этот фильм. Конечно, гениальный фильм Андрей Лоблев, но в нем для меня лично сильно чувствуется влияние «Куросалы» и «Медзанучи». Вот этих великих германностей. Вспомните, когда один князь на черном коне, один князь — это просто «Куросалы». Великий фильм. Я считаю, что в каждом фильме у Тарковского есть какие-то жемчужины. Жемчужина — это вот начало, когда летит этот пузырь, наполненный дымом, как писали в летописи, «поганым и вонючим». Значит, и человек падает, и сразу возникает ассоциация с картиной Бренью «Падение Икар». Когда упал Икар и разбился, то есть это был человек, который замахнулся на власть богов. И человек, который привил человечество стремление к полету. И он падает, и этого никто не замечает. Мужик пашет, что-то там гулькает в воде. Я, конечно, не справедлив, я считаю, что лучший этот фильм — это «Сталки». Хотя на второе место я старую «Солярис». Это мои личные предпочитания. Не знаю, что это хуже или лучше. Западные фильмы Тарковского я очень высоко ценю, но в душе они и меня не трогают. То есть я смотрю, как это сделано, как это всё. Но это не моё. Хотя там есть тоже великолепные, потрясающие моменты. Можно спросить, Евгений Васильевич. Я вот, знаете, читала Ваше интервью, разные, да, и там вот в одном из них я прочитала, и меня как-то это запомнило, что я всегда знала, что Тарковский гений. И вот мне очень-то хотелось вас, именно вас спросить, а что это значит для вас? Вот как это, ну, как это понимаете, как вы себе это объясняете? Вот что значит Тарковский гений, если это так? Ну, если вы так считаете, как я вот там это прочитала. Моё ощущение началось с фильма Ивана Водицына. То есть это было настолько непохоже на всё, что мы видели. А, как правило, наши фильмы о войне – это «Ура!». Вот, как говорил Саша Кайдановский, когда меня взяли в театр Вахтангово, то первые мои роли я бежал с красным знаменем через сцену с криками «Долой самодержави!» и что-то такое. То есть на этом его, так сказать, использование его актёрского мастерства ограничивается. Вот Иваново детство и графикой, то, как это снято. Помните, там есть кадр? Мальчик стоит в разрушенном доме, и вот эти досы заострённые, они как бы и на мальчика, и одновременно на зал. То есть вот этот приём, не знаю, осознанно или не осознанно, но Топковский использован в «Сталкере». «Сталкер» иногда снят так, как будто он снят глазами, не знаю, инопланетян или зоны, или каких-то чего-то, что смотрит на нас из этого непознаваемого и как бы взвешивает нас, как бы оценивает, пытается понять, что мы такое, в чём вообще наш смысл, для чего мы живём, и вообще стоит ли с нами иметь какие-то контакты? «Понятно, спасибо». «Показывает жизнь далеко не всегда». «Спасибо». «Вот здесь вопрос». «Да, тут давно». «Меня Васильевич, здравствуйте. Меня зовут Даня, и я на вас обещаю, что у вас есть. А возможно, из воспоминаний о съёмках «Сталкера» у вас есть какое-то самое яркое воспоминание? Может, что-то, что самое первое приходит на ум у воспоминаний о тех временах? Вы знаете, когда работаешь два с лишним года, то воспоминаний очень много, и выделить из них какое-то главное очень трудно. Я вот не знаю, где-то я потерял свои очки, вот если кто-то где-то найдёт бесхозные очки, то плюс два у кого-нибудь есть? Да, сейчас я себе вижу. Здравствуйте, я вам прочитаю вот здесь. Вы помните вот эту панораму? Еще я выкладывал несколько дней. Я переделывал её мучительно, и в конце концов я как-то согласился с собой, что это то, что нужно, как Тарковский говорил. Страшно, тревожно и немножко противно. Значит, Тарковский пришёл у неё, посмотрел и сказал «Хорошо». Потом Тарковский подвернулся ко мне, «Женя, а можете перед съёмкой поймать маленькую лягушку и выпустить её в воду так, чтобы она проплывала через кадр». Я предложил, а давайте попробуем прямо сейчас. Лягушек было вокруг множество. Я тут же поймал маленького лягушонка, и через минуту мы уже смотрели, что выйдет из этой затеи. Лягушонок проплыл через кадр, снизу вверх, словно маленький человечек, плывающий брасл. И я сразу понял, в чём разница между моей очень хорошо сделанной работой и гениальностью видения Тарковского. Родилась потрясающая визуальная метафора. Кошечное существо, беззащитная живая душа, плывущая через созданные мной руины, хаотический, страшный мир конца света, мир после апокалипсиса. Лягушонок возвысил значение всего этого, придал ему космический масштаб и поистине вселенский смысл. У меня буквально мурашки побежали по спине от фантастической выразительности происходящего. Тарковский удовлетворённый логинский. Вот так и будем снимать. К сожалению, так снимать не получилось. Спасибо. Ваши следующий вопрос. Кто готов? Пожалуйста. Извините, возможно, я несколько вопросов. Вот есть ли у нас этот рейт, хаотический, хотя бы фрагмент первого или второго ряда Старкова, где будет? К сожалению, это невозможно, потому что весь этот материал было приказано смыть, то есть ликвидировать. И дальше использовать то серебро, которое содержалось в острове. Но это не произошло, потому что монтажёр Тарковского, Фейгина, Людмила Борисовна, замечательный человек, которая при всей своей любви и уважении к Тарковскому не меньше уважала и любила трендернга. И она видела, что этот материал представляет собой огромную ценность. И она вывезла это всё и разместила его сюда дома. Под караванчу стояли яухи с плёнкой. Но, к сожалению, в 90-е годы в её квартире случился пожар. Она сгорела сама, сгорел весь материал. Спасибо. Позавцы вопросы, пожалуйста. Рискуйте. Времени у так много. Не стесняйтесь. Пока я здесь. Вот как Тарковский говорил эстонским ребятам, используйте беля. Лайк, лайк, лайк. Дай мне. Вы знаете, об этом очень сложно говорить, потому что, как правило, у каждого ресурсов много задумок и мало возможностей для их реализации. Во-первых, кино – это, к сожалению, процесс, требующий денег. Сейчас на кино очень сложно найти деньги. Во-вторых, я работаю сейчас многие годы уже в документальном кино. Документальные фильмы требуются определённой направленности, которым мне не совсем не знаю. Кто это звонит? Это писатель Олег Шишкин, автор книги о Рейхе. Тоже очень интересный персонаж. книжище написал, посетил все места, где был Рейхе, в Тибете, в Алхасе, в Индии, в Пакистане, в Казахстане, в Киргизии, на Памире, Бог знает. Вот сейчас стали писать большие интересные книги. Вот такой есть парень Левна Роман, здесь продаётся его книга «Итальянские маршруты Тарковска». Я очень горжусь тем, что я причастен к рождению этой книги. Лёва написал доклад к нашей второй конференции, и я как только прочитал этот доклад, сразу позвонил ему и сказал, «Лёва, вы обязаны писать книгу, займитесь этим». Он говорит, «Да нет, вот я сейчас там». Но у него была выгодная ситуация, у него, не знаю, как сейчас, тогда было голландское гражданство, российское гражданство, он окончил университет в Амстердаме, и там же защитил диссертацию, то есть он доктор еще по-моему по физике что-то такое, и он имел возможность ездить многократно и беспрепятственно по всем тем местам, он, конечно, потратил на это огромное количество денег, времени, сил, но по-моему создал замечательные книги. Левтамнов был у нас на фестивале в прошлые годы, и в этом году мы тоже его позвали, вследствие первых выхода на книжке, но к сожалению в эти даты он просто не смог приехать, поэтому насоединяюсь к совету Евгения, читайте книжки. Может быть есть еще вопросы касающиеся вселенной сталкера. У меня есть такой вопрос по поводу все-таки я все думаю о том, как это писать книгу очень-очень долго, не было ни два, а дольше, есть какие-то моменты в книге, которые становятся самыми сложными, что что-то с чем-то не сходится, или хочется как-то изменить. Были ли такие моменты в этой книжке? Которые были для вас очень сложны. Вы знаете, я отошлю вас к выражению Эльдара Санчо Рязанова. Он говорил, каждым фильмом нужно переболеть в остров пол. то есть, пока у тебя горит душа, пока тебе хочется это делать, надо делать быстро. Я когда-то снял фильм Леомид Гайдай «От смешного до великого», и там артист невинный сказал замечательную фразу. Простите меня, если кому-то это покажется, может быть, не очень корректно. Он сказал, занимать деньги, целовать женщину и склонять ее к сожительству нужно быстро, чтобы не появилась аргументов против. Вот, делать фильм и писать книжку тоже нужно быстро, лучше быстро. Но я уже объяснил, что на жизни я зарабатывал кино, вот, мне грех жаловаться, я все-таки считаю, что, ну, я не хочу говорить слово «корьера», но судьба мне подарила удачу, у меня три ники за документальные фильмы, в общий слой, три премии «Слон», кинокритика, 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 около 60 призов на разных международных фестивалях, то есть в этом смысле у меня все было хорошо, но снимал фильмы я время отвредить то есть сошлись? нет, это не мои я с благодарностью возвращаю спасибо вы найдете вопросы? Волгарчеве друзья, есть ли вопросы к Евгению? кто рискнет? пожалуйста здравствуйте 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 в 2019 году на кинофестивале «Зеркало» Рашид Алгатович приезжал кстати, какой кинофестиваль? ну вот на этом на «Зеркало» на «Зеркало» Рашид Алгатович приезжал со своей выставкой да в связи с этим у меня вопрос насколько вот эта выставка может дать ответ на вопрос кто такой «Сталкер» то есть рождение «Сталкера» насколько я помню нет здесь вроде тоже будет найти в этой выставке ну я считаю ваш этап очень хорошим художником но основополагающей идеей в том каков сталкер и какова будет его света все-таки были заложены главным образом Александром Боевым Тарковский охотно использовал многие его идеи но в фильме ни Александром Боевым ни Шавката Гусалам тоже далеко не последний художник в нашем кино не упомянут то есть Тарковский воспользовался их идеями которые конечно же в чем-то трансформировали вот помогал ему в этих трансформациях Рашид Сафиуллин тоже прекрасный художник вот но сказать что это имело какое-то решающее значение на обосновке я не скажу скорее сам Рашид Сафиуллин своим характером своей истовой преданности в картине своим служением вот в таком в христианском смысле хотя он мусульман вот он в какой-то степени повлиял может быть сам Рашид читает что Тарковский образ сталкера создан из его характера но он имеет право на это заблуждение тем более что основания для такого мнения есть Рашид очень хороший очень такой последователь и признанный Тарковскому человеку Друзья у нас осталось время на три вопроса кто-то готов пожалуйста да вы просто почесались вдруг не всегда не всегда понятно в этом месте уже мог бы быть контрольный выставок ну да конечно да конечно мы для того здесь и присутствуют но наверное не знаю я не разнажала искусство меня блин вопрос сталкера все-таки положительный и неоприцательный герой именно если играть в партии Тарковского не знаю что сталкера положительный и неоприцательный герой именно что можно задать встречный вопрос вы положительный или отрицательный герой на пятом я все вместе вот я думаю что вы сами в каждом из нас существуют какие-то замечательные прекрасные качества но бывают моменты когда мы совершаем какие-то поступки или говорим какие-то слова за которые нам потом бывают мучительности у меня например был эпизод там есть фотография я не помню чья застала 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 ООН и там полицейские идут здесь чтобы вот эти полицейские они были сначала Тарковский хотел чтобы была еще погоня на мотоциклы вот и я разыскивал несоветские мотоциклы к счастью в Эстонии их было немало это были немецкие мотоциклы австрийские какие-то в общем довольно большое количество но владельцы этих мотоциклов были люди которые жили в основном в сельских районах в Эстонии и некоторому из них приходилось на съемку приезжать за сто и больше километров это были лесники пожарные какие-то в общем это были любители мотоциклов но в большинстве были довольно простые люди и Тарковский так посмотрел на них так он любил голову на бок сказал Женя это ваши люди вот вы с ними и работаете и я начал работать а поскольку до этого я с актерами делать не имел я значит мучительно стал вспоминать Станиславского и что-то им там объяснять я не произносил слово сверхзадачи но в принципе это было то же самое значит дальше начались репетиции и то что они изображали было ужасно они ходили как какие-то деревянные манегены значит кончилось это тем что после десятой репетиции я просто Тарковский на меня посмотрел без слов без всяких и я все понял я просто ломанулся туда к этим своим полицейским и всем своим запасом внец нормы лексики обрисовал их актерское место они сказали ну так вы бы так сразу и сказали нам покороче и с матюшком и все стало ясно вот и дальше они сыграли вполне достойно то вопрос о человеке скажите пожалуйста вот я читал мнение одного критика о том что зона придумана с одним статуром вот как вы относитесь к этому мнению что это угнутый мир который показан глазами этого статуром а на самом деле это все миф значит на самом деле зона была придумана как и большая часть всего что было в этом фильме врате настронганске прежде всего потом Тарковский значит во время съемок никаких слов насчет того что это придумал он не было в самом конце уже в последней сцене около комнаты исполнения желаний вдруг писатель говорит а кто вам сказал что это место исполняет желание и Гриньков говорит он что дальше эта тема как-то не очень развивается у меня в этой книжке есть интервью итальянской студентки Луизе Капо и там Тарковский вдруг неожиданно для меня это интервью я брал потому что Тарковский не хотел давать иностранную девушку он согласился при условии что я буду его записывать ее не будет потому что в это время он иностранным претендентом только за деньги давал интервью я уговорил я был влюблен в эту девушку мне очень хотелось помочь и он согласился он сказал что девушки не было я дал вам это интервью и там мы с ней обсудили вопросы и он говорит что может вообще это все придумал с тобой и ничего этого нет но вы знаете у Тарковского иногда какие-то не знаю не хочется называть это завиральными идеями но это похоже на то например у него есть в дневнике запись а что если Сталкер это женщина ну это совсем другое дело абсолютно или значит уже после Сталкера после фильма а если снять продолжение Сталкер становится народным трибуном фашисты и начинает вводить туда людей насильно то есть что это я думаю что это какие-то так сказать капризы с военравленностью а я же все раскрою у нас время на один последний вопрос я посмотрела нашу карьеру и много красных индустрии попробую себя что вам нравится больше быть карьеру писателем или актером ну я вам скажу так первое актером я себя категорически не считаю я иногда снимался таких-то маленьких эпизодов сейчас пишу термин камео например Эдар Александр Шерезанов на картине забытая мелодия Греф Рейт сказал придумай мне какую-нибудь роль я ему придумал роль астронома который рассматривает тамбовский хор в горах Памир вот это для того чтобы понять как себя чувствует актер для режиссера это очень полезно иногда в маленьком кошечке эпизодике как-то сняться а вы работали с не профессиональными актерами просто с людьми как можно ну вот эти мотоциклисты это же были профессиональные и вам нравится я много очень работал с массовками я на 7 картинах Рязанова работал я работал на 5 картинах у Михалковского смена сибирской телевидении я буду решать массоваться людям надо объяснить просто да с шипитькой я работал на восхождении надо вот массовки или статистам надо просто объяснить куда они идут с каким интервалом и в каком настроении никакого вот так сказать Станиславского Бреха Гордина Крэга Любилова или Фроса не надо им подсказ чем проще тем лучше спасибо спасибо большое фестиваль именно в том что он сопровождается научными конференциями и что сюда приезжают люди с разных концов земли для того чтобы иметь возможность пообщаться нас значит маниакально преданных Тарковскому с одной стороны мало с другой стороны довольно много потому что мы рассеяны по разным концам земного шара вот Евгений например не даст не соврать люди есть такие и в Бразилии и в Индии да и где только таких людей потому что Тарковский все-таки гений несмотря на все сложности его характера на какие-то иногда неприятные поступки но что делать кто сказал что гений должен быть душкой не мягким и пушистым можно вспомнить Лермонтова который был совсем не ангел можно вспомнить Лермонтова который был просто ужасен по характеру ну дальше там Достоевский Тургенев который на дух не переносил Достоевского Лев Толсовет и так далее и Аст Легион когда-то я снимал фильм о Саше Хридановского и там замечательную фразу сказал Георгий Тараторгий он сказал что таланту я бы это распространил на гене трудно не с людьми и мы трудно с самим собой а уж попросим Друзья сейчас те кто хочет купить или уже у него есть и хочет подписать книжку Евгения это можно будет сделать в корнере порядка слов внизу где продаются книжки там Евгений будет 015 потом он и едет после него поезд а мы в это время начнем смотреть фильм о Руни эхоноплазме как мы и обещали и вы как подпишите книжки там поговорить с Евгением возвращайтесь и мы всячески вам будем здесь Евгений а я вас жду пойдемте тоже спасибо 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 Спасибо.